Друзья, всем большой привет! Вы на канале Nail TNV. Сегодня у нас вторая часть тестирования фольги вот этой с Алиэкспресс. Кто смотрел первую часть, девочки уже писали, что ждут вторую часть. И вот это у нас уже вторая часть. Сегодня продолжаю ее тестировать. И как обещала, что я вам сегодня покажу, как же у меня все-таки получилось перевести эту фольгу на ноготь, сегодня я буду вам показывать. Тот же самый клей у меня в работе, вот этот китайский, который мелькал не раз на Алике, на Алиэкспресс. Но у меня он появился не с Алиэкспресс, я его не заказывала, а купила так в магазине. Конечно, получилось дороже, но в принципе зато я его не ждала. Здесь такой 16 миллилитров, большая бутылочка. Что здесь написано, непонятно. Как им пользоваться, тоже непонятно. То есть можно только по обзорам посмотреть, по отзывам, либо в описании, либо переводить где-нибудь в интернете, на сайте, либо найти его на Алиэкспресс и посмотреть перевод. Так, вот такой вот клей. Клеить буду на этот клей. Дальше, конечно же, нужна фольга, ножнички, чтобы разрезать фольгу на кусочки и вот два инструмента. Прежде чем начать что-то делать, проголосуйте наугад, как вы думаете, каким инструментом у меня все-таки получилось перевести фольгу. Вот этим силиконовым, либо вот этим деревянным, либо вот этой деревянной апельсиновой палочкой. Напишите мне в комментарии и посмотрим, как вы угадали или не угадали. Как вы уже догадались, делать я буду все на своих ногтях. В прошлом видео я делала это все на типсах, таких пластмассовых, которые были у меня приклеены на подставку. Но я вам говорю сразу, если вы будете тестировать вот эту фольгу, именно вот эту с Алиэкспресс, то типсы сразу откладывайте и не тестируйте на типсах ее, если работаете именно вот этим клеем. За остальной клей, за остальные материалы ничего сказать не могу, потому что я еще вот эту фольгу не пробовала на другое что-то переводить. Дальше, конечно же, я хочу что-то взять еще другое и какой-нибудь другой клей, конечно же, для сравнения попробовать. Но пока не буду работать именно вот этим клеем. Все-таки девочки пишут все в комментариях, что клей рабочий. Кто-то написал, что на этом клею плохо носится фольга. В носке еще не пробовала, сразу не могу сказать, попозже будем пробовать. А вот то, что переводится, пишут, что полностью перепечатывается, переводится весь рисунок, вся фольга. Поэтому сегодня мы будем все-таки это стараться сделать. В прошлом видео, в конце видео, я рассказывала то, что я сразу же после того, как у меня не получилось перевести вот эту фольгу, я хотела уже все забросить, но мне стало очень жаль бросать эту затею, так как фольга очень красивая. Это, во-первых. Во-вторых, я заказала еще две упаковки фольги. Но вы понимаете, все-таки хочешь не хочешь, все-таки как-то ее нужно переводить. И все-таки действительно эти узоры, рисунки очень классные и хотелось бы, чтобы они получились. Поэтому я после того, как сняла первое видео, я это все забросила немножко, посидела. И до вас же, конечно же, кто нам может помочь в информации, только сам YouTube. И я начала искать какие-то видео, ссылочки у вас на видео девочек, которые уже научились это хорошо делать, у которых получается, кто приловчился. Но, как я и сказала в прошлом видео, что все-таки таких видео очень мало, по крайней мере, мне не попадались такие видео. Есть какая-то информация, но ее очень-очень мало, и тем более по именно вот этому клею, с вот этим клеем. Я потом нашла все-таки уже среди ночи видео, в котором девушка рассказывала, как она переводит эту фольгу. И не только рассказывала, но и показывала. Но фольга была там с каким-то принтом, не с таким. Но суть в том, что тоже, походу, эта фольга была с Алиэкспресс, я уже не... Да, с Алиэкспресс. Но она клеила не на клей, а, на секундочку, девочки, говорю, она клеила на базу для литья. Мне стало это очень интересно. Я хочу тоже ее взять и попробовать. И вы, конечно же, пишите в комментариях, если вы уже это попробовали. Получилось, не получилось. Но я все-таки так подумала, базы для литья у меня нету. Нужно брать вот этот клей и попробовать сделать все то же самое, только с клеем. Ну, в той же самой технике, как делала она. Потому что я все-таки делала по-другому. И я все-таки взяла и среди ночи попробовала вот те кадры, которые я вам вставляла. Это именно в тот момент я пробовала эту технику. И сегодня также я сейчас буду пробовать и рассказывать какие-то тонкости, свои какие-то выводы, что я сделала. И, как я уже сказала, первое, что нужно сделать, это отодвинуть те типсы, которые мы держим на пробу. Единственное, можно взять типсы для выкраски гель-лаков, которые большие, те, что на колечко одеваются. Их можно больше делать упор, но вот те, которые клеятся, ими ничего не получится. Почему не получится, смотрим и давайте уже наконец-то делать. Итак, первое, что я хочу еще отметить и дополнить к обзору уже, не к тестированию. Это то, что я в обзоре сказала, что здесь у нас 10 листов размером 4 на 10 сантиметров. Нет, 4 на 20 сантиметров. И я сказала, что все-таки лист довольно нормальный. И на такую цену хорошо. Это очень хорошо. Да, на эту цену хорошо. Но все-таки, когда я начала клеить, то я начала понимать, что если клеить на каждом ногте, то вот этого листика 4 на 20 хватит буквально на два раза, если клеить на все ногти. Так что, если есть возможность покупать большие листы, есть в магазинах, продаются фольги очень длинные. Или покупать, если сильно нравится, то побольше брать хотя бы две упаковочки. Цена небольшая, было 16 гривен. Это чуть больше, чем полдоллара. Где-то полдоллара, где-то вот так. Кстати, кто не смотрел обзор, распаковочку товаров для маникюра с Алиэкспресс, где была вот эта фольга, переходите, посмотрите, есть у меня на канале. Все, давайте уже приступать. Вступление очень длинное, но нужно приступать уже к делу. Итак, я надеюсь, вы уже проголосовали и подумали, какой инструмент лучше всего не помог, с которым получилось у меня, с которым не получилось. Итак, та-да-да-да-дам, и это у нас апельсиновая палочка. Силиконовый шейпер, вот этот, можно отложить также в сторонку вместе с типсом, так как он очень мягкий и в работе он мне практически не помог. Так он будет и служить мне, как и служил для слайдера. Очень хорошо, наклейка и основе, он выравнивает слайдерочки, хорошо подходит. Но для фольги это не вариант. И для фольги берем обычную апельсиновую палочку. Дальше я буду тестировать прямо на своих ногтях. Так как у меня тестирование, я не делаю никаких подложек, просто вам показываю, как именно переводить фольгу. Если вы уже делаете готовый маникюр и хотите сделать прямо уже, чтобы супер носкость была, так и ходить, не тестирование, как у меня, тогда вам нужно подготавливать ногти. Это поднимать чешуйки натурального ногтя, придать форму свободному краю, срезать кутикулу, вычистить весь птерики, срезать кутикулу, потом нанести дегидратор, затем бескислотный праймер, после чего нанести базу. И очень важно, нужно сделать выравнивание ногтевой пластины, чтобы она была ровная. После этого нужно снять липкий слой с базы, и дальше уже можно клеить фольгу. Надеюсь, на этом этапе все понятно, и у меня эти все этапы пропускаются, так как я просто тестирую и вам показываю. Ходить с этим дизайном я пока не буду. Итак, давайте приступать. Если у вас фольга уже залапалась, есть какие-то жирные следы, либо остатки липкого слоя, на обратной стороне фольги, смотрим на эту фольгу, вот эта яркая насыщенная часть, это верх, вот эта более бледная, тусклая часть, это низ, прикладывать нужно вот этой стороной, вот этой более бледной, белой. Вот это у нас рисунок будет сверху. Если мы что-то где-то замацали, берем обезжириватель, протираем хорошо нашу фольгу, ждем пока она высохнет, и работаем аккуратно, чтобы не оставалось дисперсии, иначе в том месте либо трудно будет перепечатываться рисунок, либо он вообще не будет перепечатываться. Следующее, что мы делаем, мы вырезаем кусочек по размеру нашего ногтя, если вы будете переводить фольгу полностью на весь ноготь. Если вы хотите вырезать конкретный фрагмент, то, конечно же, примеряем, чтобы он поместился, поместится, не поместится, и только тогда, когда мы убедились, что этот фрагмент помещается в том месте, где вам нужно на ноготке, тогда его уже вырезаем. Я буду делать на весь ноготок, поэтому мне нужно вырезать большую полоску. Также у меня остался вот такой кусочек с предыдущего тестирования. Если у вас тоже остается какой-то маленький, не спешите выбрасывать, так как можно вырезать еще какие-то фрагменты, особенно если вот такая фольга с каким-то узорами, надписями, мы можем куда-то его притулить, поэтому отдельно в пакетик сложили, отложили, положили, когда-то в дизайне он вам пригодится, особенно если вы блогер, так как я. Вот эти кусочки все оставляем. Дальше берем уже фольгу и нарезаем готовые кусочки, которые нам нужны. Я хочу это сделать полностью на весь ноготок, поэтому мне нужен большой кусочек. Давайте сделаем вот это, отрежем. Можно делать вдоль, поперек, вырезать как вам угодно, но расход идет очень большой, если клеить на весь ноготь, потому что нам нужно полностью заполнить ногтевую пластину самим рисуночком. Можно сделать вот так. Я думаю, что даже вот сюда вдоль будет лучше и экономней, скорее всего, если разрезать пополам. Но опять же таки, это зависит от вашей ногтевой пластины, насколько она широкая, узкая, какой будет расход, какая длина ногти. Но все-таки, наверное, я сделаю вот так. Там, конечно же, нужно подстраиваться под рисунок фольги. И все-таки лучше оставить побольше кусочек, чтобы вдруг вы неровненько как-то приклеите, чтобы у вас рисунок все-таки получился и не было пустых каких-то пробелов без рисуночка. Все, если вы планируете на разных пальчиках сделать разные кусочки, разные узоры, подготовьте все заранее, вырезайте те кусочки, выложите в том порядке, как вы будете клеить. И только тогда уже мы приступаем к работе с клеем. Пока местья вот эти красивые фольгушки откладываю. Покажу вам сразу, кто еще не видел, кто смотрит видео первый раз. Вот такие вот узорчики. Крутые, современные. Поподробнее, если хотите посмотреть полностью, смотрите обзор. Так, все, отрезала я нужный мне кусочек. И дальше я хочу, наверное, клеить. Давайте приклеим на средний ноготочек, вот сюда. И следующим этапом, конечно же, нам нужно нанести клей для фольги. Важно, я уже сказала, чтобы была поверхность ровная. Чем лучше поверхность, чем ровнее, тем лучше будет все перепечатываться. Дальше я беру клей. Для работы с клеем я также рекомендую одевать маску, потому что есть все-таки специфический запах клея. Он вроде бы не такой едкий, но он все-таки есть, так как мы работаем очень близко-близко к нему. Поэтому лучше одевать маску. Дальше следующее. Если вы не делаете покрытие гелевое, то, что нужно сушить в лампе, а хотите сделать обычное с помощью простого лака, то вам также нужно нанести базовое покрытие. И чем ровнее оно будет, тем будет лучше. Все, дальше наносим клей на ноготь. В предыдущем видео я делала по минимуму клея. В комментариях мне писали, что клея должно быть совсем чуть-чуть, но все-таки сначала я была с этим согласна, а сейчас не совсем согласна. Клея должно быть достаточно, чтобы фольга хорошо схватилась. Иначе, если у вас там будет совсем чуть-чуть, рисунок может перепечататься не полностью. Наношу уже клей. Наношу довольно-таки грубо, не вырисовывая какие-то четкие линии. Работать нужно довольно-таки быстро. Если у вас тепло в помещении, чем теплее в помещении, тем быстрее подсыхает клей, соответственно, и наносить его нужно быстрее. Близко к кутикуле не подхожу, так как маникюр я не делала, но чем ровнее вы сделаете линию, тем ровнее перепечатается фольга, так как у нас фольга будет повторять вот этот клей. Конечно же, большие излишки и какие-то сильно наплывистые участки клея мы убираем кисточкой, чтобы он равномерненько у нас распределился по ноготочку этот клей. Все дальше я оставляю все в таком же состоянии и жду, пока клей станет полностью прозрачный, полностью, абсолютно, как какая-то у нас база, подложка, чтобы не было вот этих белых разводов, пятен, чтобы ничего не было. Как быстро он просыхает, опять же-таки, все зависит от температуры, какая температура в помещении. Чем теплее в помещении, тем быстрее просыхает, высыхает клей. Чем прохладнее в помещении, то понятно, что вам больше времени нужно будет ждать. Еще я помещала клей этот в лампу, не потому что его нужно помещать в лампу, а потому что в лампе довольно-таки тепло и он быстрее подсыхает. Но это совсем не обязательно. И тоже же время, может быть, полминуты, одну минуту, в зависимости, как быстро оно будет подсыхать. Так, видно уже, что становится более прозрачный. Клей, только вот в некоторых еще местечках у нас клей имеет белые такие пятнышки. Очень важно возле кутикулы боковых валиков сделать ровную линию. Также важно нанести на свободный край достаточно клея, тоже, чтобы у нас хорошо перепечатывалась фольга. Вот здесь видно, что здесь вот такая волнистая у меня покрытие клеем. Соответственно, здесь у нас и фольга перепечатается так же. Фольга будет перепечатываться там, где вы нанесли клей и так, как вы его нанесли. Дальше у нас уже клей прозрачный, и мы можем уже наносить, прикладывать саму фольгу. Берем наш кусочек, который мы вырезали, и прикладываем к ноготочку. Вот здесь начинаются именно те нюансы, как это делать. В прошлом видео я полностью взяла так и прилепила вот эту фольгу, и у меня ничего не получилось. Дальше я уже начала делать по-другому, и я делала вот так. Только краешком я цепляюсь фольги за ноготок. Обратите внимание, вот этот край я придерживаю. Ну вот видите, я неровно приложила, хорошо, что большой кусочек у меня, поэтому захватывает боковые возле боковых валиков, но лучше, конечно, все-таки ровно все держать, стараться. Вот у нас уже схватилась фольга. Видно, что клей подсох. И дальше я пальчиками придерживаю вот эту фольгу, наш хвостик, и начинаю апельсиновой палочкой разглаживать фольгу. Начинаю двигаться от кутикулы. Хорошо, хорошо вдавливаю, не боимся давить. Конечно же, в меру, потому что у нас натуральный ноготь. И вот таким образом мы разглаживаем. Сначала работаем возле кутикулы. Работать нужно очень долго, так как я уже сказала в прошлом видео, что вот эта защитная пленочка очень жесткая, и перепечатывается все довольно-таки сложноватенько. Если бы был рисунок и защитная прозрачная пленка, на которой прикреплен наш сам рисуночек, если бы она была более мягкая, нам было бы, я думаю, попроще. Вот таким образом я все выравниваю постепенно. И смотрим, когда у нас уже начинает, посмотрите, вот здесь уже у нас фольга отходит от нашей подложки, вот этой прозрачной, защитной. Но нам нужно, чтобы она отходила не только там, а везде. Поэтому мы продолжаем это все хорошо растирать и разглаживать. Дальше я постепенно опускаюсь вниз. Почему постепенно опускаюсь? Чтобы у нас не было никаких складок, больших складок именно фольги. Потому что если сразу приложить, то появляются складочки. За счет того, что у нас фольга не такая пластичная, то будут складки, если ее просто приложить. А так мы постепенненько здесь с одной стороны приклеилась. Вот посмотрите, здесь уже можно даже не держать. А там мы постепенно складываем так, как нам нужно. Дальше к свободному краю. Еще фольгу также можно натягивать, как вдоль, так и поперек. Тогда она лучше прилипает и лучше перепечатывается. Продолжаю дальше работать апельсиновой палочкой. Смотрим, что у нас вот здесь уже видно, отходит наша фольга с подложки. Если что-то вам не нравится, как там отошло, вы продолжаете в том же положении ложить в то место фольгу, где она была, и еще продавливать апельсиновой палочкой. Также работаю здесь возле боковых валиков. Я оттру до тех пор, пока не видно будет, что вот эта прозрачная подложка отходит от рисунка. И так постепенно опускаю все ниже и ниже. Можно немножко вот так вот отклеить фольгу и посмотреть, насколько хорошо у нас отпечатывается рисунок. Если какие-то фрагменты еще остаются не отпечатанные, остаются на прозрачной подложке, возвращаем обратно нашу подложку, так же точно, как она была, и дотираем наш рисунок, чтобы все мелкие-мелкие вот эти штучки, рисуночки, надписи, чтобы все-все-все перепечатались на наш клей. Дальше продолжаем двигаться до свободного края. Со всех сторон работаем так же. Довольно-таки много времени забирает вот это растирание. И я не сказала бы, что фольга относится к экспресс-дизайну, к быстрым дизайну. Довольно-таки много времени на это уходит, чтобы вот это вот все протереть, растереть. И еще кто помнит мои видео, мое видео самое первое по обзору фольги, там, где у меня не получалось перепечатать. Я также хочу еще попробовать перепечатать ту фольгу. Там есть фольга для литья. Это фольга переводная. Есть фольга для литья, которая фрагментами только перепечатывается на ноготок. И там есть несколько фольги, которая непонятно какая. То ли она для литья, то ли она переводная. я хочу таким же способом попробовать еще перевести ту фольгу но я думаю что это будет уже в следующем видео так как это видео у нас довольно таки длительное и насыщенное также получилось ну и как вы видите времени уходит очень много можно еще вот здесь вот так вот хорошо натягивать чтобы фольга еще лучше приклеивалась ноготь у меня без базы без ничего поэтому он гнется на торцах вот так хорошо можно натянуть фольгу чтобы она начала отпечатываться здесь также я прям натягиваю сильно сильно хорошо и заворачиваем смотрите вот вот уже пошло я натягивала хорошо заворачивала вот так вот под ноготочек и она у меня отпечатывала вы не убедитесь что у вас полностью прозрачная пленочка отходит от рисунка фольгу не снимайте полностью можете немножко вот так вот отворачивать подсматривать но полностью не снимаем чтобы у нас рисунок вернулся в то же самое место чтобы мы могли это все дело дотереть и отпечатать полностью ставьте лайки девочки если видео это вам нравится и полезно обязательно пишите свои комментарии чтобы видео продвигалась и как можно больше людей увидела полезную информацию мне будет очень очень приятно за ваши отзывы и конечно же за лайки а если хотите видеть новые видео тогда нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы не пропускать вам будет приходить уведомление и вы будете видеть это видео первыми так ну почти уже все у меня отпечаталась вот я подсматриваю свободный край мне не хочет хорошо перепечатываться за счет того что здесь очень мягкая я не могу вот подкладываю свой большой палец чтобы сделать хороший упор и чуть осталось конечно на свободном крае но я думаю сам принцип вам понятен вот такой рисунок у нас получился конечно не очень аккуратно ну так как я это делаю второй раз я думаю результат очень крутой но я думаю там вы уже поняли саму суть как это делать лучше всего конечно если там подложка из базы либо если нарощенный ноготь либо укрепление то конечно будет это проще делать так как ноготь не будет таким мягким как у меня вот натуральный без никакого покрытия совсем и будет лучше перепечатывать но я думаю сама суть вам понятно как это делать также вот эти вот границы это зависит от того насколько равномерно вы распределите этот клей по ноготку вплоть для того вплоть до того что берите даже тонкую кисть и просто тонкой кистью прорисовывайте причем лучше всего набрать сразу хорошую каплю с бутылочки на кисть вот этой прямо с клеем и прямо хорошую вот эту каплю хорошо растягивать а не так чтобы мы взяли чуть-чуть потом домазали так как клей у нас подсыхает практически быстро если у вас тепло помещение вот такая сегодня у меня информация для вас как переводить фольгу с алиэкспресс с обзора ногтевых посылок с алиэкспресс если вам понравился такой способ ставьте лайки пишите свои комментарии и на этом у меня сегодня все всем пока пока до новых встреч до новых встреч